Здравствуйте! В эфире еженедельные новости Смоленской АЭС в студии Олег Соловьёв. Мы расскажем о важных событиях из жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Плановая проверка системы управления охраной труда на Смоленской АЭС. Старт работы Совета руководителей города. В Десногорске открылись две уникальные выставки. На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции Павел Лубинский сообщил о работе атомной станции концерна «Росэнергоатом». По концерну в целом в работе 32 энергоблока в ремонте 5. Фактическая мощность 26 552 мегаватта на утро была, что составляет 102,2% к плану заданию ФАС. На Смоленской АЭС в работе три энергоблока. Общая мощность составляет 3160 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Выработка электроэнергии на Смоленской АЭС за 6 дней апреля составляет свыше 378 миллионов киловатт-часов. Всего с начала года выработано более 5,4 миллиардов киловатт-часов. Сверхплана 79 миллионов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Комиссия концерна «Росэнергоатом» дала положительную оценку развитию системы управления охраной труда на Смоленской АЭС. Плановая проверка прошла с 29 марта по 2 апреля. В составе комиссии работали представители Центрального аппарата «Росэнергоатома», «Атомэнергоремонт», «Ростовской АЭС», уполномоченные по охране труда профсоюзной организации САЭС. В ходе проверки оценивались 9 функциональных областей системы управления охраной труда на станции. Члены комиссии акцентировали внимание на итогах реализации корректирующих мероприятий по результатам проверки 2018 года, результативности функционирования процесса обеспечения профессиональной безопасности и здоровья, деятельности службы охраны труда по достижению цели безопасности и охраны труда, управления профессиональными рисками. Также они проверили эффективность реализации ранее принятых отраслевых и корпоративных мер по профилактике травматизма, мероприятий по работе с сигналами низкого уровня и использованию опыта эксплуатации, внешнего и внутреннего. В предупреждении травмирования персонала оценили уровень взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению безопасности при выполнении ремонтных работ. Все эти направления анализировались не только на результативность, но и через призму лидерства в целях безопасности. В ходе проверки, охватившей практически все подразделения, эксперты завершили обходы рабочих мест, территорий и оборудования, провели собеседования с персоналом. В целом они отметили, что сложившаяся на Смоленской АЭС система управления охраной труда находится на должном уровне. Совершенствование в этой области и применение передового опыта ведётся постоянно. Стартовал 15-й год работы Совета руководителей предприятий Десногорска. На очередной встрече общественная организация во главе с председателем, директором Смоленской АЭС Павлом Лубенским, обсудила адресные проекты, которые реализуются совместными усилиями. Атомная станция в 2020 году выполнила все поставленные задачи с участием десногорских предприятий. Сверх плана выработано более 3 миллиардов киловатт часов электроэнергии за счёт оптимизации срока ремонта на энергоблоке номер 3 громадного решения организационно-технических вопросов. Благодаря общей вовлечённости совместными усилиями в 2020 году реализован целый комплекс мер по преодолению трудностей, связанных с эпидемиологической обстановкой, хотя с инфекцией ещё до конца не справились. Особое внимание было уделено помощи в решении проблем здравоохранения в городе, поддержке медико-санитарной части, коллектив которой трудился в сложнейших условиях, борясь за здоровье и жизни десногорцев. Чтобы в 2021 году выполнить производственные планы и общественные задачи, крайне необходимо сформировать устойчивый коллективный иммунитет COVID-19, имеющийся сегодня спад заболеваемости не основа не отказываться от прививки, а наоборот подтверждение её эффективности. Общественная организация продолжит проводить свою уже определившуюся политику, которую будут реализовывать в сотрудничестве с госкорпорацией «Росатом», концерном «Росэнергатом», администрациями области, муниципалитета, депутатами, общественными организациями, всеми, кто в этом заинтересован. В 2021 году решили действовать по пяти ключевым направлениям – благоустройство, наведение порядка на улицах и во дворах, шефство над детскими садами и памятниками героям Великой Отечественной войны, поддержка спорта и здорового образа жизни. Сейчас на повестке дня – общегородской экологический месячник. Уборку в городе уже начали. Служба благоустройства приступила к месячному субботнику по уборке территории города и автомобильных дорог. В ежедневном режиме у службы благоустройства работает 25 человек и порядка 10 единиц техники. То есть мы планируем, согласно графиков, выполнить уборку автомобильных дорог и парковых зон. У меня огромная просьба к автомобилистам нашего города – не бросать автотранспорт на автомобильных дорог, потому что очень неудобно убирать. При поддержке концерна «Росэнергоатом» в Десногорске открылись две уникальные выставки. Работают выставки в детской библиотеке Десногорска, организованные при финансовой поддержке концерна «Росэнергоатом» и фонда АТР АЭС. Вы сможете познакомиться с раритетными и современными книгами издательства «Детская литература», эксклюзивными куклами, созданными руками детей. Обе экспозиции путешествуют по атомным городам в рамках международных конкурсов «Атомный пегасик» и «Атом кутюр». Посетить выставки может каждый желающий в детской библиотеке Десногорска до 8 апреля. Кстати, конкурсы фонда АТР-2021 «Атомный пегасик», «Атом кутюр» и «Мультиклипация» уже давно стартовали. Спешите заявить о себе и о своем творческом таланте. Работы принимаются до 30 апреля. А также в официальной группе «Смоленской АЭС» в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания.